всем привет кто следит за моими видео те знают что осенью я выкопала в одном месте луковицы неизвестные посадила их пересадила их в другое место в маленький огородик здесь не знаю что это за луковицы потому что они находились прям под бревном разрослись просто им нет некуда было уже расти поэтому я решила их разделить чтобы это не было думаю посажу а что вырастет это будет сюрприз пришла весна стали появляться листочки было похоже что-то на нарцисс или на тюльпаны листья появились цветов цветоносов нет всю весну начало лета цветов нет и в июне примерно листья стали вянуть желтеть вянуть и все все погибло я в таких непонятных расстроенных чувствах что это было почему не зацвело луковицы вроде здоровые и пришло время мне сажать спаржу и я думаю посажу-ка я спаржу на месте этих луковиц луковицы какие-то неправильные не зацвели непонятно что это было взяла я выкопала луковицы выкинула их до выкинула их посадила небольшие вот эти вот росточки спаржи и буквально на днях я расчищала этот огородик от сорняков потому что сорняки заросли мне надо было чтобы место спаржи было и вдруг я смотрю какие-то непонятные росточки из земли торчат что-то похоже на цветоносы без листьев я думаю неужели я несколько луковиц пропустила не все выкопала и неужели пришло время этим луковицам цвести ну так оно и получилось и вот для меня тут получился настоящий сюрприз я сажала сюрприз у меня видео так и называла сажай сюрприз и для меня это действительно получился большой сюрприз сейчас я вам покажу что расцвело смотрите вот на это чудо вот такие вот цветы то есть вот этих луковицы я к счастью к своему счастью я их пропустила я их просто не выкопала потому что я их не нашла не увидела вот как раз дождик только прошел видите капельки на цветах такие вот розово-сиреневые цветы вот этот цветок называется ликорис чешуйчатый семейства амарилисовые их называют голые девки потому что они цветут без листьев вот у них цикл жизни такой в начале весны и примерно в то же время когда появляются листья у нарциссов появляются листья и у ликориса чешуйчатого и ну примерно в июне месяце листья начинают вянуть чахнуть листья все высыхают и луковица отдыхает пару месяцев и вот в конце июля начале августа вы выходят появляется из земли цветоносы с бутонами и распускаются такие цветочки вот и эти цветочки будут свести примерно две недели после этого как цветы завянут цветонос срезается и луковица опять будет состоянии покоя набираться сил до следующей весны и цикл повторяется опять будут листья в начале и вот так вот повторяется повторяется кстати помните я показал луковицы эти от под этим бревном выкопала а вон там тоже был куст точно такие же цветы он видите тоже бутоны на цветоносах вот и вот на свое счастье я не все луковицы касса выкопала касание остались а представляете если бы те луковицы которые я не выкопала здесь вот все бы в цветах было бы но также обратите внимание на мой на мою спаржу вот она уже какая выросла из семян до плодоношения конечно еще долго еще года три но растет прекрасно так вот бывает вот для меня это действительно как я говорю сажала сюрприз вот он мне пожалуйста вырос сюрприз настоящий сюрприз вот это да розово-сиреневые цветы такие вот это вот мой томат прям вот вокруг томата они эти цветы томата 10 кстати вот это вот меня томат веточка сломалась которая и воду ставила корни пустила я посадила вам какая вымахала томаты плоды плодов довольно таки много вот в общем вот три еще и он продолжает свистеть и вот цветочки вот сюрприз так сюрприз правда сегодня я покажу вам травку одну и расскажу про нее обратите внимание это сиреневая вот это вот зеленая она здесь у меня растет делать как сорняк видите вот она вот вот как сорняк она растет вот посмотрите вот в общем везде сейчас я вам покажу где она особенно густо растет вот этот вот островок вот это все это травка вот она это трава называется перила перила это съедобная трава очень часто используется взятской кухни используется листья верхняя часть растения на более нежная срывается листочек и используется как салатный лист вот заворачивается что-то или мясо или вот внутрь вот так вот и прям сыром виде съедается также добавляет это растение в супы в различные блюда также делают кляр макают эти листики в кляр зажаривают в масле вот как отдельное блюдо подается сейчас я пройду вон туда я покажу вам побольше растений смотрите здесь целые заросли вот это все вот это все перила она по высоте вот самое высокое растение мне почти до груди доходит высотой вот такие вот кусты смотрите какие листья размером сравните с рукой с ладони вот такого размера листья вот это все это все это все эти заросли вон туда вон это все перила лекарственное растение смотрите все вот это вот эти вот все заросли вон туда вот счет и тут здесь у меня можно собирать как промышленных масштабах растет это растение приезжайте собирайте геморройная травка полезно вот ну про это растение это растение используется как вот в зеленом виде как само растение так и используются семена этого растения до масленичное растение семенах содержится огромное количество масла масло используется как пищевых целях так и в технических на основе масла и изготовляется краски лаки также масло используется как растительное масло пищевых целях также в косметических целях масло перила используется как противовоспалительное рано заживляющее снимает зуд это масло хорошо также используется это масло в изготовлении детской косметики вот и в этом растении содержится огромное содержание каротина почти столько же сколько содержится в моркови большое количество витамина группы b также т.п. значит это растение успокаивает нервную систему выводит снижает плохой холестерин предупреждает сердечно-сосудистые заболевания диабет в общем полезное растение значит на территории российской федерации я знаю эти семена этого растения покупают высаживают также в азиатских странах где особо это растение используется приготовлении различных блюд а у растет вот пожалуйста как сорняк вот я не сажала это я не никак не ухаживала я читала что за этим растением особый уход там там и подрахлить землю это еще и добавить какие-то там добрение семена проращивает особым способом я ничего этого не делаю вот у меня растет здесь вон она как шикарно заросли заросли я вот даже пробраться здесь не могу так вот густо растет это все молодая геморройная трава очень полезно растение тоже вот видите как дать от листики собираются вот и вот как салатные листья они у них прямо такой лимонный запах очень лимоны очень приятный вот вон там тоже это все перила растет он заросли вот заросли здесь прям перила это кто живет рядом заходите в гости собирайте пожалуйста добро пожаловать вон сколько я я что все съем сама а вот здесь вот под грецкими орехами посмотрите вот грецкий орех черный грецкий орех смотрите какие крупные падают попадали так что вот такое вот растение перила сколько и сколько здесь какая-то птичка такая шумная здесь вон грибочки все это перила ну почти все имею ввиду здесь среди перила другие растения но в основном это все вот ковром прям он зики виноград